Я застал Рачишку, глядящим в пустоту. Вообще, для него это нормальное состояние. Но на этот раз было в его взгляде нечто особенное. И я решил выяснить, в чем дело. Рокутагин, с тобой все нормально? Нет, не нормально, Кэп. Знаешь, эти многочисленные есть барыги, короче, спамщики, во всех группах по Варфаситу пишут Лев Николаевич Толстой прожил столько лет лет. В общем, короче, что-то не в тему. А потом снизу видео, ссылка на 4. Вот. И мы их баним, конечно, баним. И тут я вдруг один раз решил посмотреть, что там вообще за хрень они хоть рекламируют. Захожу на видео, там барыга играет, объясняет, как всегда. У меня такой уникальный чит, за него не забанят. Ну, в общем, как всегда, вот это. Лохом, короче. Макароны на ушах. Но самое главное, он играет, у него там куча функций, антиотдача, анти, короче, то, антискил, короче, все вместе. Играет он с коронным тайпом. С читами вот с этими навороченными. С коронным тайпом. Против ежей, ромбов, короче, всяких маслачей. И вот с таким счетом. Ты представляешь себе? Кэп, мой мир просто никогда не будет прежним. Как вот, как можно с читами, с тайпом так играть? Я не знаю. То ли коронный тайп пофиксили, то ли... Ну, нельзя же вообще настолько дарем быть. Если ты решил попробовать Warface или создать себе новый аккаунт, то воспользуйся ссылками в описании. Боевое снаряжение и пулемет М-60. Оружие неон и даже золотая коробка удачи ждут тебя в одном из самых популярных шутеров современности. Добро пожаловать в Warface, братишка. Далки, муки, мозгол, вышибатели. Кидокопадия не так добко представляет. Восстановление справедливости. Или как Рокутаген тестировал на гипт тайпа. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортят, капитан очевидный. Йоу, братва. Красавчик. Сегодня у нас будет также прекрасный Type 97. Коронная версия. И посмотрим, неужели он так плох, что с ним можно столь отвратительно играть, при этом используя читы. Мне кажется, что просто те люди, которые используют читы, это реально гнари. И что им не дай, они отыграют плохо. Порой даже с читами. Так ли это? И что из себя сегодня представляет это оружие, вы узнаете из этого видео. Поехали. Шесть мозголомов. Два вышибателя. И это за несколько часов игры. Не вижу никаких особых проблем, чтобы нагибать с тайпом. Как и прежде, данная штурмовая винтовка весьма хороша. Однако, справедливости ради, стоит заметить, что в современных условиях есть у нее один недостаток. И это вовсе не отдача, как многие подумали. Да, отдача не самая, может быть, приятная и тряска есть. Но по мне так, отдача и тряска той же береты, куда более неприятные, нежели у тайпа. Главный недостаток Тайп 97. Это сочетание скорости зума и, самое главное, скорости сведения. Современные игроки, в том числе и я, избалованы очень быстрым думом. Последнее время, при любой возможности, покатать мясорубку, без записи видео, или записывая только мозголомы, я первым делом беру в руки Крис Супер Вэк Кастом. Вы знаете, что я очень его люблю. И использую его родной прицел, кратностью 1,3. В таком случае, у меня получается просто сверхбыстрый зум и очень быстрое сведение. То есть, я почти одновременно нажимаю правую кнопку мыши, левую кнопку мыши и просто моментально тут же вход в прицел и тут же стрельба. И пули летят практически сразу в точку. То есть, летят прямо туда, куда я прицелился. Но вот Тайпа это не касается. Да, это конечно не какой-нибудь Раддон с его медленным зумом. Но все же здесь надо соблюдать, пусть и небольшую, но паузу. Иначе получается следующее. Ты так по скилловому быстренько зумишь, открывается прицел и пули летят куда угодно, только не в центр, прямо вокруг головы. Печально. Но имеем, что имеем. Надо сказать, что это досадно, однако к этому быстро привыкаешь. И вот тогда Тайп начинает показывать то, что многие современный донат показать не может. Поэтому однозначно могу констатировать, что Тайп был, есть и остается очень грозной силой. Рачишка. Что такое? Костя медиум на РМ зовет. А, давай, давай попробуем. Как так? Как, как? Стандартный отсос для таких скиловичков, как вы. Какая-то херня. Не, не херня. Называется Хэдшот, детка. You get old. Блин, кость он огнуло. Кошка попыталась резнуть мне. Инжом. Да, Ракутагин. Я-то думал, ты один такой наркоман среди ютуберов, но похоже, у тебя нашелся братишка по разуму. А, в этом еще и на один. Пойдем? Пойдем, он уже по-совому. Да, ну, конечно, такое. Я один раз попал с нее, а остальные пули куда-то улетели. Не для РМ, короче. Если честно, я вообще удивлен, что Эйчкар куда-то попадает. По-моему, это такой лютый кал, что не стоит. Так у ней, я не понимаю, почему, но у нее вот именно даже в прицеле, когда даже ты пытаешься фас-зумить, не фас-зумить, вообще просто быстро кликать, у нее пули летят в молоко. Почему так, я не понимаю. Потому что у разработчиков трава охрененная. Ай, мама! Фух. Спасибо, братиш. Да ну... Знаю, блин, тайминги не те, все не то. Костя, я честно, я не понимаю просто, вот я Open Cup даже могу порой играть против нормальных команд. КВ могу играть. Как это играть, мне непонятно. Я не могу понять, как люди думают, как они действуют, чем они руководствуются. Ну да, это искусственный интеллект. Ха-ха-ха. Он там еще идет. Мне кажется, это полное, по-моему, отсутствие интеллекта. Ха-ха-ха. О, тихо. Какой ты прямо. Так, ладно. Так, ну-ка, сиди сюда. Что творит? Что творит? Да, есть такое. Ты посмотри-ка, а Костя в итоге с Эйчкаром-то весьма достойно отыграл. Да, красавчик. Что там говорите? Реально достойно. Молодец, Костян. Но это не отменяет того факта, что эта пушка полный калк. И, кстати, Костя с этим согласен. Да. Леди и джентльмены, другие подруги, Type 97 это до сих пор весьма достойное оружие, с которым можно гнуть, нагибать, паблики, РМ и да все что угодно. Кроме случаев, когда вы криворукий читер-днарь и даже с читами вы умудряетесь против слабых противников отыгрывать ну, весьма посредственно с таким могучим донатом, а уж тем более, если это коронная версия. Поэтому на читеров внимание не обращайте, сами не читерите, это нехорошо. И вас забанят, это я вам обещаю, это по-любому не надо, не надо читерить. Это нехорошо. В конце концов, какое удовольствие можно получать от игры, если ты играешь с читами? Это вообще не игра, это какой-то, не знаю, анонизм что ли. Вот. Но в любом случае, что я вам хочу сказать, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, оно такое более вот смешанное, все я намешал, разные форматы, тудым, тудым, мозголомчик, с кофином поиграли, нормально с менюмом, че как. Если вдруг понравилось этот винегрет по каким-то причинам, то предлагаю вам выполнить ряд несложных, но весьма полезных для нагиба и качественного зажима в точку действия. Ставьте лайки, это пожелание, яйки чешить, вот это обязательно. Яйцо почесал, тайп, всегда в точку, на любой дистанции, все 30 или 32 патрона в коронной версии. Вступайте в нашу армию, и кстати, не забаня, да, нагибайте все, и мы увидимся с вами.